Бросок через спину, через бедро, скручивание и прогиб. Это основные элементы борьбы. Здесь не захватывают ноги, не делают подножек и подсечек. Основной упор на руки. На самом деле греко-римская борьба – зрелище не для слабонервных. Стасу Зайцеву 15 лет, 5 из которых он занимается борьбой. В 10 лет пришел на тренировку, а через полгода – первая серьезная победа. Обычно перед схваткой волнуешься, но не сильно волнуешься все равно. Как бы там не проиграть? А на ковре уже как-то уверен. У каждого из них более 30 медалей разного уровня. Все кандидаты в мастера спорта. Они стараются ездить на соревнования каждый месяц. Не так давно борцы вернулись с первенства России, которое проходило в Новосибирске. Впереди международный турнир в Москве. Тренер Виктор Ведерников – неоспоримый авторитет для спортсменов. Классическое борьбе в этом качестве он отдал почти десятилетие. Они пришли в спортзал сами. Мы их сюда не загоняли. А раз они пришли в спортзал сами, значит, они должны выполнять все требования тренера, которые требуют. То есть жесткость, жесткие тренировки и отношения. То есть, если ты не будешь пропускать тренировочный процесс, если ты не будешь пропускать тренировки, то ты достигнешь всегда. Добиться всего хочет и крестный сын тренера, тоже Виктор Ведерников. Он является самым именитым борцом и чемпионом России. В красивом, как он сам говорит, в виде спорта школьник уже 4 года и намерен покорять новые вершины. Поехать на мир или на алимпиаду, отобраться-то выиграть. Развитие греко-римской борьбы в Забайкале идет стремительно вверх. И есть все основания надеяться, что уже в ближайшие годы талантливые молодые забайкальцы пополнят национальную сборную команду страны, которая по-прежнему остается одной из ведущих в мире. Анастасия Удовиченко, Сергей Рычков. Время новостей.